Затем беспрепятственно попадают на стол к российским гурманам. Определённые есть лазейки, которыми поставщики пользуются. И в целом даже административные наказания там незначительные. По сравнению с тем, что у поставщиков есть возможность поставлять товары, которые входят в списки в торговые сети Российской Федерации. Общественная палата развернула борьбу против владельцев таких торговых точек. Но обращения в антимонопольную службу и прокуратуру результата пока не приносят. Открыты даже горячие линии, куда можно пожаловаться на незаконную реализацию запрещенных товаров и рост цен. Правда, звонков почти нет. А в магазинах стоят готовые наборы из санкционных продуктов к Новому году. Лилия Шарфудинова, Александр Мельников и Цирен Колдаев. LifeNews. И к другим темам. Россия впервые отметила День неизвестного солдата. Каждый год поисковые отряды находят более 10 тысяч останков советских воинов по всей стране. Кто возвращает имена героям и как проходит перезахоронение, об этом расскажет моя коллега Вероника Галайда. Перезахоронение останков солдат проходит по советским традициям. На крышке гроба рисуют пятиконечную звезду. Сверху кладут военные каски. Тоже традиция. И, конечно, красный флаг в руках у молодых участников поисковых отрядов. Такую церемонию должны были провести 70 лет назад, но было некому. Зато теперь перезахоронение солдат – частое явление. Останки воинов на местах сражений в Подмосковье находят каждый месяц. Если мы возьмем немножко истории, то, что в битве за Москву мы потеряли 600 тысяч, то есть можем представить, какой масштаб боев был вот именно здесь. В этих трех гробах собраны останки 29 советских бойцов. Солдат подняли на поверхность еще осенью. Заброшенное захоронение нашли в Солнечногорском районе Московской области. Лет 10 назад с этой территории, отсюда, кто-то таскал себе песок на даче. И в один прекрасный день, то есть привезя песок, обнаружили, когда высыпали человеческие останки. Ну, никто об этом ничего не сказал, и этот разговор совершенно случайно всплыл буквально в этом году. О потенциальном месте захоронения сразу сообщили местному поисковому отряду. В него входят в основном школьники. Они и занимались поиском. Наши ребята приезжали, они копали так называемые шурфы, вот эти вот ямки, да, то есть пытались обнаружить, была здесь земля нарушена или не было. Братскую могилу все-таки нашли, несмотря на то, что с годами это место стало похоже скорее на свалку. Вот, а вот так вот выгладили захоронение, сейчас он немножко оплыло, мусор вот торчит, пожалуйста, по земле видно. То есть вот в таких вот условиях и лежали солдаты, которых вот мы поднимали. Останки всегда выкапывают вручную, иначе можно повредить скелет. На то, чтобы поднять 29 человек у подростков и их руководителей ушло четверо суток. Установить личность солдата и передать останки его семье – одна из главных целей любого поисковика. К сожалению, это не всегда получается. Из 29 на 1 бойцов только у троих при себе были личные вещи – два медальона и одна ложка. Но, как оказалось, ни на ложке, ни в медальонах. Имен своих красноармейцы не оставили. Было поверье, да, у наших бойцов, что если ты, как они его называли, смертный медальон, да, правильно, он солдатский медальон, а бойцы его называли, если ты, говорит, заполняешь смертный медальон, значит, с тобой обязательно что-то случится. Поэтому, как бы, многие не заполняли его. Медальон, о котором идет речь – старая военная традиция. Небольшая колбочка с запиской внутри, где нужно было указать имя, год и место рождения. В начале Великой Отечественной такие медальоны выдавали всем солдатам. Солдатский медальон солдат сделал из гильзы. Корпус солдатского медальона для военнослужащих военно-морского флота. Андрей Фетисов тоже занимается раскопками, но в основном расшифровкой солдатских писем. Это кропотливая работа. Бумагу нужно замачивать в специальном химическом растворе, потом сушить и так несколько раз. Если повезет, в итоге чернила проявятся, и можно будет разобрать надпись. Гораздо легче с подписанными ложками или кружками. А бывают и совсем удивительные находки. Шинель его уже разложилась. А письмо, которое мама прислала солдату, сохранилось чудом. Ну а потом чудо-то выяснилось. Просто на письме мама написала солдату молитву, живые помощи. Найденные немецкие медальоны или письма никто не выбрасывает. Их также расшифровывают. И даже пытаются связаться с родственниками. В личном музее воинской славы Андрея Фетисова письма советских и немецких солдат лежат рядом. И у тех, и у других адресаты похожи. В основном матери и жены. Вероника Галайда, Андрей Мазунин, Андрей Андреевских, LifeNews.